Про изменение климата сегодня не говорит разве что ленивой. Главное же влияние на глобальное потепление оказывается из-за катастрофически огромных выбросов СА2 в атмосферу Земли. Выбросы настолько серьезны, что темпы роста температур уже даже в ежегодном формате выглядят беспрецедентными. Как известно, лес, да и вообще вся флора на Земле, эффективно борется с углекислым газом, выделяя кислород. Значит, рождается вполне логичный вывод. А что если сажать, сажать и сажать деревья? Что если мы посадим триллион деревьев? А если еще больше? Неужели так получится спасти экологию планеты? Какие предложения? А вариантов действий много. Например, предлагается высадить даже не триллион, а 500 триллионов деревьев. В таком случае лес займет на планете территорию, которую занимает целый Китай. Цель такого действа – увеличить площадь лесов почти на миллиард гектаров. Это что-то около 9 миллионов квадратных километров. Опять же, все лучше понимается в сравнении. Россия – это 17 миллионов квадратных километров суши, а близко к 9 миллионам квадратных километров как раз уже названный Китай, а также Канада или США. Но это все предложения. На деле площадь земных лесов с 1980-х годов по данным НАСА сократилась примерно на площадь современной Аляски или всего Красноярского края. А что же сейчас? Объективности ради стоит уточнить, что сегодня движения вперед к высадке деревьев пока нет. Только лишь разговоры и планы. Но ВОЗ и ныне там. Во-первых, сложно даже представить бюджет такого мероприятия, как высадка 500 триллионов деревьев. Но делать что-то ради экологии нам точно придется. Не сейчас, так в скором будущем. По самым скромным подсчетам ученых-футурологов, примерно через 100 лет человечеству придется тратить до 500 триллионов долларов США только для того, чтобы решать экологические проблемы в мире и просто жить, если не выживать. Для сравнения, сегодня весь оборот денег на планете около 300 триллионов долларов США. Во-вторых, леса вырубается и сейчас. Причем очень активно. Хотя глобальное потепление, как это ни странно, способствует развитию лесного хозяйства. В первую очередь за счет появления пригодных для растений климатических зон, деревья забираются все севернее из-за поднимающихся температур. Наконец, самое главное против банальной высадки триллионов деревьев, на фауну приходится около четверти всего поглощенного СА2 на планете. А основная масса перерабатывается водами мирового океана, больше 55%. Так что, возможно, надо думать не только о высадке деревьев, это кажется даже довольно простым решением наших проблем. Придется думать и о состоянии планеты в целом. А еще правильнее, уже сегодня сокращать выбросы углекислого газа. И срочно. К сожалению, именно сокращение загрязнения – единственный верный путь в будущее. Пить. Посадив 20 миллионов деревьев, Земля и ее жители получат дополнительные 260 миллионов тонн кислорода. С 1900 года средняя температура Земли возросла на 1 градус. Это, на первый взгляд, не так уж много, но просто подождите, пока вы не почувствуете это на себе. Если наша планета станет всего на 2 градуса горячее, чем в 20 веке, жара, наводнения, неурожай и вымирание животных станут обычным явлением. Ничего не делать с этим было бы просто безрассудно, демонстрируя крайнее равнодушие не только в человеческой жизни, но и ко всему живому на Земле. Вы можете даже назвать это убийством второй степени. Некоторые идеи, которые были выдвинуты для охлаждения планеты, включают в себя гигантский космический зон для защиты Земли от Солнца или гигантское космическое зеркало для отражения солнечных лучей обратно в космос. Деревья создают рабочие места и дают сырье для зданий, газет, книг и более 15 тысяч других лесных товаров. Деревья являются возобновляемыми, беразлагаемыми и пригодными для переработки. Древесными побочными продуктами становятся такие продукты, как витамины, пластик, ванильный ароматизатор, фотопленка, зубная паста и лекарственные препараты. Хотя в мире в настоящее время произрастает примерно 3 триллиона деревьев, мы теряем около 10 миллиардов из них каждый год. И, как вы можете догадаться, мы больше преуспели в вырубке лесов, нежели в их посадке. Как следствие, 20% выбросов парниковых газов на планете вызвано обезлесением, по сравнению с 14% от выхлопов автомобилей. Если бы мы посадили триллион деревьев, мы могли бы компенсировать десятилетние выбросы. Если бы каждый человек на земле посадил всего 150 деревьев, мы бы легко достигли нашей цели в 1 триллион деревьев. Но это не очень реалистичный сценарий. Деревья заставляют людей чувствовать себя хорошо. Работники более продуктивны, когда видят деревья вдоль улиц и из окон своего офиса. Дерево среднего размера производит достаточно кислорода за один год, чтобы снабдить воздухом семью из четырех человек. План по посадке триллиона деревьев пока что находится в будущем. Но если не начать действовать сегодня, последствия могут быть плачевными для всего живого на планете. Если вам была полезная информация из видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В комментариях оставляйте пожелания и вопросы. Всем до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok